Здравствуйте, мои дорогие мои! Здравствуйте, мои любимые! Ой, знаете, ровно три года тому назад, даже чуть-чуть больше прошло, 4 сентября, я открыла этот канал. Уже три года моему каналу. Я хочу вас всем сказать огромное вам спасибо. Я и так в каждом ролике вас благодарю за вашу поддержку, за то, что вы со мной, за то, что вы меня так поддержали. Мне этот канал дал... Что мне дал этот канал? Мне этот канал дал очень многого. Научил меня многому. Стало уже как-то более-менее... На землю спустилось, что ли. Я же как в сказке жила, девочки. Вот честно говорю. Когда я открывала этот канал, у меня было большое желание. Я не знала, как его открыть. Я не понимала. Да и сейчас я не очень так разбираюсь, да, но уже более-менее... Уже монтировать. Я пока научилась монтировать, и всё. Я когда этот канал открывала, я посадила своего мужа, свою сестру, Адамчика, Кайтану, и сказала, что у меня есть желание открыть этот канал. Мой муж засмеялся. Стало ему смешно. Он подумал, да, поиграюсь, потому что так же я, знаете, вот, ну, нестабильная насчёт таких вещей. Знаете, вот, например, вот начала крестиком вышивать, оставила, надоело мне. Стала крючком вязать, надоело мне, оставила. Вот, он, наверное, он думал, что вот сейчас тоже вот этим поиграюсь немножко, да, и вот это всё вот так останется. Я всем этим занималась от скукоты, понимаете, вот эти крестиком. Это не моё, девчонки. Да, у меня хорошо получается, но это у любого получается, если желание поставить, да, сказать, я хочу, там, ничего сложного нету. Просто терпение должно быть и время, конечно. Конечно. И так как мне было очень скучно, мой муж просто посмеялся, но кто больше всех меня поддержал, это моя родная сестра. Маэстро сказала, ты никому ничего плохого не делаешь, вперёд, если тебе это нравится, если это твоё, давай вперёд. Я стала делать свои ролики, ну, знаете, думала даже, если... Сейчас вот, знаете, вот правду сказать, правду сказать, у меня было такое двоякое. С одной стороны, я думала, знаете, вот сейчас запущу пару роликов, ой, и ко мне попрут люди просто вот миллионами, вот честно. Потом как-то духом падать стала, когда увидела, что там... Я там всех подписала, всех своих близких, самых таких, и там набралось там 30-50 человек, что ли. И это никуда не продвигалось. Потом... Я уже рассказывала, что я на спор, да, там туда и сюда, но всё равно мне это уже до этого хотелось. Просто я не знала, как его делать. А потом я одну девчонку встретила, и у неё вот уже вот инстаграм был, ютуб-канал был, и она там сказала, что у неё то ли 60, вот сейчас не помню, то ли 60. И она там полтора года, что ли. И мне так смешно стало, я так засмеялась. Я сказала, 60, да я канал открою, у меня за какие-то пару месяцев будут 100. И она мне сказала, давай поспорим. И мы с ней поспорили. Вот до декабря, что ли, мы с ней поспорили на золотой браслет. Потом-то, короче, не я и ничего. У меня было 96, что ли, уже. А у неё даже не знаю, сколько было. И вот, суть в том, что... Суть в том, что я просто вот, знаете, как-то стала, думаю, вау. Первые ролики там было у меня там 4, 4, 5 просмотров, потом 10, потом, о, когда у меня было 27 просмотров, и у меня появились, там начали появляться комментарии какие-то. Мне так это всё было, ой, ай. Потом я запустила «Злая женщина», и у меня было 500, 500 просмотров. Это как сейчас 5 миллионов мне прозвучало, девчонки. Я моему мужу, вот видишь, и я моему мужу сказала, ты увидишь, я стану очень популярной. И мой муж просто в шутку принимал это всё. Да, вот как-то вот так как-то. И я вообще не хотела мужа снимать. Я не хотела никого снимать. Я только хотела себя. И мой муж начал. Почему ты меня не снимаешь? Ты что-то скрываешь? Ты почему не хочешь меня снимать? Ну, я потому что, знаете, вот я же уже смотрела многих блогеров. Там мама двоечника, там. Мне она очень нравилась. Верила в её каждое слово, да. Но я потом уже поняла все эти нюансы. Блин, Томас. Все эти нюансы Ютуба, да. Что вот много вранья. Это разочаровалась я много. О, мои пришли. Ка-а-е! Много вранья, девочки. Много постановок. Я сама себе дала слово, что не буду этого делать. Что я буду показывать свою жизнь, такую, которая она есть. И вот моя радость, вот моё, моё счастье. Вот, девочки. Вот. Который мне даёт. Возьми, возьми это, смотри, этот. Возьми это, Кайтан. Опять ты кушаешь это. Возьми вот это. Ты видишь, да, зацепилась. Вот. И знаете, девчата, как-то потом стало потихоньку мужа своего. Ну, раз он обижался, стала мужа показывать. Потом мой муж стал говорить, что он не хочет сниматься. Моя дочка прям в камеру так и лезла, так и лезла. Адам сразу сказал, я не хочу, чтобы ты меня снимала. Он был против. Сейчас он уже ничего не говорит. Сейчас он даже, просто он стесняется, девочки. Он сейчас вообще рот не открывает, ничего не говорит. Он уже привык, он уже раньше сразу вот так делал. Мол, убери камеру. А сейчас как-то, ну, просто не говорит на камеру ничего. Вот моя другая радость, вот мой другой воздух. Всё, Гайф, одел, говорит, свою сумку. Кайтаночка, поздоровайся, милая моя. Привет. Что ты кушаешь? Что ты кушаешь? Смотрите, что они кушают. И много, много я по, вот на ютубе увидела людей, которые там мне писали, как ты мне нравишься, как я тебя люблю, ты просто безумная. Вот я просто там тащусь от тебя. Потом исчезали, потом другие появлялись, да. Это вот как в жизни, как сама жизнь, да, вот такая, да. Я стала переживать за каждую подписчицу. У меня там была одна подписчица из Украины. Вот сейчас Надя, Надя, мне кажется, её звали. Надежда, да, у неё там мама была, я ей приветы передавала. Всё. И вот, знаете, потом она как-то внезапно исчезла, потом обратно появилась, потом опять исчезла. И вот я поняла, девчонки, да, что это всё так виртуально. Это всё так, знаете, вот непонятно, короче, да. Но всё равно я к вам, вот если я вам говорю, что для меня вы важны, это на самом деле так. У меня очень много зрителей есть, которые, ну, может быть, сказать, ну, не с первых моментов, да, но уже давно со мной. Я, знаете, очень-очень надеюсь, что мы друг друга не разочаруем. Если вам что-то во мне там непонятно, не нравится, это я могу понять. Это я прекрасно понимаю, потому что мне тоже не все люди вокруг нравятся. Понимаете, бывает, что так, ну, раз я уже запускаю в вас свою жизнь, да, я понимаю, что вы не то, что имеете право, да, но с хороших побуждений, да, девчонки, да, вы там мне подсказываете. И очень многому вы меня научили, как, например, чуть-чуть быть спокойной. Я очень, я очень успокоилась. Понимаете, я такая бурная была, и всё. Да, и жизнь меня успокоила немного. То в этом я стала понимать, что, что не всё, не всё золото то, что блестит. Понимаете? И не так, как мы иногда думаем. Вот, когда у меня мать ушла, я думала, ой, хуже этого не бывает, да. Бывает гораздо хуже. И когда мне люди делятся своими историями, я вот смотрю и думаю, не так уж я и плохо живу. Потому что я очень стеснялась показывать свой двор, я очень стеснялась показывать свой дом. Почему? Потому что я же, вы же тоже должны понять, да, девчата, мы на две зарплаты, да, вот как можем, постоянно вот своими силами. Я знаю, что у нас, зайдёшь к любому домой, там у нас, я за Дагестан говорю, потому что я другие места не знаю, девочки, да. У нас там всё такое, золото там, серебро, всё такое, ох, такое, знаете, девчата. А здесь не так, здесь даже это считается, что бескусится, понимаете. И вот иногда есть вещи, которые вот мне вот, например, зеркало я купила чисто такое там под золотом, там туда и сюда. Но она, я считаю, что она, так как это моя спальня, мне муж ничего не сказал. А так вообще у них совсем разные вкусы, у них чем проще, тем лучше, понимаете. Вот. И я когда вот боялась, что вот меня будут родственники смотреть, будут меня критиковать, будут надо мной смеяться. Вот это, знаете, вот кто что скажет, меня это очень беспокоило. Но когда мне сестра Майя сказала, а тебе какое дело? А тебе какое дело? Кто что скажет? Ты делай, если тебе это даёт удовольствие. Я так села, подумала, а это же мне даёт удовольствие. Уже было несколько раз, что я думала, блин, да не стоит, да. И раз так духом упаду, и раз так смотрю там уже какой-то ролик там и хороший комментарий, раз там. Потому что я очень эмоциональная. Понимаете, у меня идёт прежде чем, чем вот, я иногда могу ляпнуть не подумав, понимаете. А ты? Что? Ну зачем ты эту химию кушаешь? Покажи ей свой язычок. Прошло только занятие, девочки. Она ходила к партикулярной учительнице. Вы мне говорите, запишите её на этот. У неё и так времени нету. Ни на что. Она и так постоянно учится, бедная у меня. За счёт школы, вы говорили, если бы она бы температура, если бы она болела, я бы её в школу развиваться была бы. Конечно, нет. Я же знаю, она выспится, встанет в десять с половиной и побежит играться. А если ты хочешь, если у тебя есть сила для играться, значит у тебя есть сила и в школу. И знаете, девчонки, я вам что скажу. Нет, говорит, я вам что скажу. Никогда в жизни не поверю, что этот ребёнок важнее какому-то зрителю, чем мне. В жизни я этого не поверю. В жизни не поверю, что кто-то может её больше любить, чем я. Никогда. Человек, который её больше любил, чем я, его уже нету. Я имею в виду, это моя сестра. Вот она, да, мать есть мать. Как бы я там ни старалась, хотя я себя уже сейчас считаю её матерью, потому что я чувствую себя вот так, понимаете. Это вот, это не передать. Это не передать вот эти... Она сама по себе приходит, понимаете, что я вам хочу сказать. Так что, девчонки, прежде чем что-то вот написать, обидеть, не только меня, любого, да, блогера, да, вы просто поставьте его на своё место. Я не хочу сказать, что это такой тяжёлый труд. Это не труд, девочки. Да, вот это... Просто это время нужно, да, вот эти ролики делать, желания, вот это всё, да. Потому что всё это, знаете, когда кто-то говорит, ой, это работа. Девочки, я вам от души говорю. Я не считаю блогерство работой. Я это не считаю. Если, конечно, есть такие люди, которые просто живут этим днём и ночью, да, вот, он работу оставил, потому что его, его канал больше дохода даёт, он сидит на нём, он думает, завтра что мне снять, я туда поеду, это куплю. Как-то вот, вот это может быть и есть работа, но то, что я делаю, это не работа, это просто душевно. Понимаете, для души. Сегодня меня моя дочка просто на повал убила. Знаете, что она мне сегодня говорит? Нет, вчера она мне сказала. Такая подходит мне с таким лицом и мне говорит. Я поняла, вы не принимаете моего сына. Я говорю, какого сына? Вы, Томаса, не любите моего ребёнка. Вы против него. Потому что, ну, я ругаю, девочки, мне не нравится. Каждый пускай делает в своём доме, что хочет, но у меня есть какие-то правила, которые мне не нравятся. Она идёт на мою кровать и хочет Томаса на мою кровать. У тебя есть своя кровать. Если ты ножки помыла Томасу, можешь поднять. Я ничего не говорю, я же туда не ложусь. Мне всё равно. Ты в своей комнате можешь, в мою комнату нет. И она такая, вы против него. Мне так это смешно стало. Вы его не принимаете. Вы не принимаете моего ребёнка. Уже вот так. Видите, как она сегодня другая. Когда, так, нет, она же тоже, у неё переходной уже возраст начинается. Девочки, ей уже к 11 годам идёт, понимаете. Она тоже уже своё мнение говорит. Я прекрасно могу понять, что она иногда хочет поздороваться, иногда не хочет. Это тоже зависит. Она же тоже девушка, будущая девушка. Она ещё девочка. Так что вот так. А сейчас были моменты, что мой муж сниматься не хотел, тоже говорил. Не хочу. А сейчас, девчонки, его просто надо отдвигать. Отойди, перестань. Потому что он же начинает, девочки, говорить там. Вот. А помните, как он на Луну ездил? Торты он делал. Он готовит, он всё. Кто бы мне сказал, что я буду гулять с Томасиком, в жизни бы я бы не поверила, девочки. Вот выгулила его. А потом ты говоришь, что мы не любим твоего сына. Любим? Нет. Нет, говорит. Не любим. А кто ему кушать покупает? Меня. Да, ты. Кто ему водички меняет? Да. Ты меняешь водички? Ну да, я тоже меняю. Я тоже кушать даю. Но я больше. Но я больше. Но это твоя обязанность, это твоя собака. Я вообще не должна. Это мой. Ребёнок? Да. Это её ребёнок. Она так его любит, девочки. Вот так. Как жалко, что моя сестра так и не увидела, так и не увидела, что вот, насколько поднялся мой канал. Девочки, нас уже 300, 306, что ли, или 309, что ли. Вот сейчас уже не помню, девочки. Но это неважно. Для меня каждая из вас дорогой подарок, девочки. Я вам честно говорю. Вот. Есть люди, которые меня понимают. Есть люди, которые меня, этот, ну, не полностью. Это же нормально. Я вас, я тоже понимаю, да, вот. Есть вещи, которые, вот я безумно люблю мою свекровь. Но есть вещи, которые я просто молчу, не хочу уже в её возрасте. Зачем мне это надо? Ну, я всё равно восхищаюсь моей свекровь. Потому что поднять восьмерых детей, иметь такой порядок, и вот так, вот так себя любить, постоянно быть такой ухоженной, и постоянно она над собой работает. На прогулке, вот это всё. Сейчас она уже хорошо себя чувствует. Сегодня в обед мы ходили её увидеть. Обижается, что я часто не прихожу. Ну, я же не могу ей сказать. А мне, ты думаешь, не обидно, что ты ко мне не приходишь? А почему ты ко мне не приходишь? Такая же дорога есть от меня к тебе, как от тебя ко мне. Мне же тоже было бы приятно, что ты ко мне пришла. Вот не приходишь ты ко мне. Почему? А потом думаю, чего мне обижаться? Она стенка к стенке живёт в своей дочери, и два месяца, что ли, её не видела. Это, вот понимаете, здесь вот это единственное, что для меня до сих пор, меня до сих пор вот это удивляет, понимаете? Вот их отношения друг к другу. Брат к брату не ходит, сестра к сестре не ходит. Понимаете, по дороге увидятся, обнимаются, целуются, как твои дела, туда-сюда, и всё. И придут, если им только что-то нужно, понимаете? Или позвонят, если им что-то... Каждый как-то вот занимается своей жизнью. А у нас по-другому. У нас, например, вот... Сейчас, конечно, уже тоже стало как-то вот... Люди стали работать, нету времени, всё. Но у нас есть такой праздник, как называется Орзавайрам. Обязательно ко всем родственникам сходит. А если она взрослая, вот моя мать, например, к своему дяде, да, говорила, ой, я уже недельку к нему не ходила, две недельки, надо обязательно пойти. Как-то вот так, да? Здесь такого нету. Здесь моя свекровь... У неё родной брат умер уже год тому назад. И ей никто не сказал об этом. Вот это тоже неправильно, я считаю, конечно. Чтобы, мол, не переживала, не волновалась. И тот день она говорит, уже больше полгода мой брат мне не звонит. Он сама не возьмёт, телефон не позвонит, понимаете? Не позвонит. Он же младше неё, и она считает, что он должен к ней позвонить. Вот она вот как-то как будто обиду на него ещё кинула, понимаете? Вот. Я просто иногда вот поражаюсь вот этим вещам, да? Но не осуждаю девочки. Потому что они привыкли так жить, я не осуждаю. Вот моя заловка... Вот это белое здание, видите, вот сейчас я показываю. Вот туда идёшь, вот на последнем этаже моя заловка живёт. Сюда сколько раз я прихожу? Вот сейчас вообще часто буду приходить. Два раза в неделю, три раза в неделю буду проходить из-за ребёнка. У меня даже в голову не войдёт пойти к ней. Я её часто вижу, когда она хлеб покупает в магазине. Как дела? Нормально, как ты? Всё нормально. Твоим внучкам привет, твоим дочкам привет. Она такая, моему брату тоже передай привет. Всё. Она даже ни разу ко мне домой не пришла, она даже не видела мой дом. Понимаете, девочки? Когда вот вы меня спрашиваете, да? Вот, почему к вам никто не приходит? Они вот такого характера люди. Не все. Вот, например, свекровь моей дочери, вот щедрого мама, да? Девчонки, один день, да, один день, нет, к моей сестре приходила. Приходила. Постоянно что-то вкусненькое принесёт. Понимаете, вот такая она была. Вот такая она была. Я так удивлялась. Я говорила, как тебе, сестра, повезло. А вот моей сестре это тоже не очень нравилось. Понимаете, один раз дочь пошёл, а у её свекрови были ключи. Она прибежала, они вот прогуливались, и дочь пошёл. Она увидела, что вещи висят. Прибежала, взяла, сняла вещи с верёвки и сложила. Ой, моя сестра так возмущалась. Я говорю, какое счастье. Вот так она за тебя побеспокоилась. Пришла маэстра, говорит, я не хочу. А что она должна, когда меня нету, прийти здесь, ну, хозяйничать? А вот, а мне бы хотелось, девочки. Мне бы очень хотелось. Она к ней сколько раз звонила, вот когда Луна парк у нас приезжает. Она к ней звонила, Заремочка моя золотая, давай пойдём прогуляемся. Она такая была, знаете, и пиво могла выпить со своим сыном, пойти погулять. Но она не пищая была, но я хочу сказать, могла. Там стакан пива выпить такая за этот. Они даже вместе на море ездили. О, у меня даже, я даже предложить такого боюсь. Я бы даже не предложила бы такого, потому что, вот, понимаете, вот один раз я предложила, давай в Мадрид съездим с моей свекровью. И мы поехали в Мадрид. Мы поехали вместе в Мадрид. И я такая была счастливая. В Икею пошли. И такая была счастлива. Мне так это было приятно, да, что вот моя свекровь. Ой, потом её стали все упрекать. Конечно, с любимицей поехала. И всё, на этом всё. Моя супруг сказала, нет, доча, больше не пойду с тобой, потому что дочери вот не понравилось. Понимаете, вот они, чтобы там вот одна не сказала, другая не сказала, они вообще никому не ходят. Но так тоже, конечно, нельзя. Я бы так не смогла бы. Вот не знаю, я бы так не смогла бы. Хоть мне вот, давайте допустим, сейчас вот Адамчик женится, да. Аллах, конечно, женится, конечно, но он не сейчас, но всё равно он женится, да. Вот он женится, хоть мне его жена не нравится, никогда виду не подам. Не подам. Он же мой сын, раз он с ней живёт, значит, есть в ней что-то, что вот она его взяла этим, да. Потому что я же прекрасно знаю, что если я вид подам, я и сына потеряю. Так же моя дочь. Так же и моя дочь. Прежде чем вот какие-то, если там отношения, у неё с кем-то будут, да, вот. Если я сразу вот это всё, мне он не понравится, смогу, и она прислушается в первый же момент, да. Но если она мне скажет, что я его люблю, я хочу, там уже ловить нечего, девочки. Сегодняшний день дети тебя не слушают. Понимаете, не слушают. Мне крупно повезло, что моя свекровь я сразу понравилась, с первого момента. С первого момента моя свекровь сказала, ой, и сын, она и помогла нам со свадебного. Она мне и на свадьбе деньги дала, и на платье помогла мне свекровь. Помогла, да. И вы не думайте, потому что я иностранка, вот, мои заловки. У меня же ещё другие дивера есть. То же самое отношения, то же самое, девочки, то же самое. Абсолютно одинаково. Баба нос. Абсолютно всё одинаково. Сейчас, пойдём. Иду я домой, соберу портфель. Кайтаночки надо забрать. Надо всё забрать. Скажи, как ты их любишь? Поцелуйчик отправь. Ты же сегодня добрая, хорошая. Или нет? Хорошая? Тогда отправь им поцелуй. Им же нравится. Они тебя любят, Кайтаночки. Нет, вот так надо. А-а-а. Солнышко. Видите, вчера плакала, сегодня довольная, пошла в школу. Так что вот так. Вот честно говорю, если вам не с кем поговорить, и вам скучно, вам... Открывайте свой канал, развивайте, старайтесь. Но не забывайте, что... Что? Вам долго сперва будет... Ну, шок у вас будет, да? А потом уже потихоньку всё равно люди тебя начинают узнавать. Потому что всё равно ты можешь в одном ролике, в втором... Я уже третий год, я же вам говорю, три года, вот, 4 сентября, три года моему каналу. Всё равно потом уже всё становится на свои места. Так что я вам ещё раз говорю, вам огромное спасибо. Я вам очень благодарна. А вас целую, девчонки. С вами была Наталья Курбанова. Пока.